Всем привет! Сегодня 7 августа, Московская область. К нам пришло наконец-таки лето. 4 дня стоит жаркая погода, больше 30 градусов. Но сегодня добавился ветер. Я надеюсь, у меня будет хорошо слышно. А со вторника опять передаю дожди, небольшое похолодание. И сегодня я вам хочу показать гортензии, которые высажены у меня на участке. Я тут на днях посчитала 20 кустов гортензии высажено. Но это и крупнолистные, и метельчатые, и древовидные. Хочу начать с миксбордера Ривьера. Здесь основная часть высажена гортензии. Я этот миксбордер создавала весной 2020 года. Итак, начну с этой малышки. Это гортензия сорт Red Scarlet. Я высаживала маленьким растением в прошлом году, весной 2022 года. В прошлом году она мне тоже давала соцветия, несколько штук. Но и в этом году гортензия маленькая. Перерастает она почему-то у меня здесь плоховато. Она сначала белого цвета, а потом будет красная. Красивые у нее соцветия, очень крупные цветы. Цветы стерильной формы. Вот такая малышка. Гортензия крупнолистная. So long rose. Я ее высаживала весной 2021 года. И вот только в этом году она у меня зацвела. Это гортензия ремонтантная. То есть она зацветает на побегах текущего года. Ну и конечно, если сохранятся и побеги прошлогодние. Вот такая красавица. Тоже крупные, круглые шапки розового цвета. Но есть и попадаются сиреневые. Я гортензии особо ничем не кормлю. Единственное, что я в июне месяце подкормила лимонной кислотой. Одну столовую ложку я развожу на лейку с водой. И проливала все гортензии без исключения. Посмотрите, как она обильно и пышно цветет. Очень красивая. Следующая гортензия это So long sunny. Выдала мне всего лишь одно соцветие. И оно голубого цвета. Шапка большая, очень красивая. Тоже крупные лепестки. Красивая. Но остальные, видите, без цветения почему-то. Тоже крупнолистная. В этот же год и высаживала. Вот эти два куста крупнолистной гортензии. Следующая гортензия. Сейчас подойду. Вот такой ветер вообще. Это фрайс мельба. Высаживала весной 2020 года. Соцветия мелкие в этом году у меня. Потому что я летнюю обрезку не делала. То есть я вот эту всю мелкую поросль не вырезала. Обычно я всегда все вырезаю. Мелкие вот эти побеги. И тогда соцветия крупные. Но в этом году вот так. Их много, но они мелкие. Точный сорт соответствует этой гортензии сорту или нет, я не знаю. Но покупала как фрайс мельба. Фрайс мельба. Если я правильно говорю. Вот такой уже довольно-таки большой куст. Лаймлайт. Тоже посадка. Весна 2020 года. Выглядит вот так. Тоже мелкие соцветия. Куст довольно-таки большой. Раскидистый. Но хорошо держит побеги. Не сильно она не разваливается. Тоже красотка. Не уверена насчет сортности. Но покупала как Лаймлайт. Красавица. Гортензия. Так. Это у меня полярный медведь. Сортность тоже не стопроцентная. В прошлом году я их, все эти гортензии, формировала летней обрезкой. И были очень крупные, красивые соцветия. Но тоже полярный медведь с мелкими метелками. Сортность не уверена. Это посадка весна 2020 года. Хорошо держит побеги. Прямостоячие. Куст не разваливается. Это гортензия посадка прошлого года. Лето 2022 года. Это крупнолистная гортензия. Покупала у участника три сестры. Не цвела еще в этом году. Вот так она выглядит. Я очень широкие, большие листы у нее. Посмотрим. Ждут цветения на следующий год. Потому что черенки были маленькие. Покупала с открытой системой корневой. Это тоже крупнолистная гортензия. Это же сорт три сестры. Гортензия древовидная. Стронг каннабель. Высаживала весной 2020 года. В этом году очень плохо вышла из зимы. Не то, что вышла из зимы. А ее повредил июньский замрозок. Вот она выглядит вот так. Соцветив очень мало. Они мелкие. А вообще у нее очень большие шапки. У меня были в прошлом году. Кто смотрел прошлогоднее видео, видели эту гортензию. Какая она была красавица. Но в этом году вот так. Но тоже они не маленькие. Посмотрите, какой размер. Я ее обрезала практически под корень. Там оставляла, наверное, одну почку. И все. Здесь у меня гортензия еще не цветет. Она набивает соцветия. Сорт я не знаю. Это мой черенок прошлогодний. Я высаживала сюда. Сорт я не подписала. Но она вот набивает бутоны. Вот такой куст. Тоже не сформированный. Просто была весенняя обрезка на три почки. Это сорт фантом. Посадка весна 2020 года. Она у меня... Это гортензия метельчатая на ножке. Здесь такая небольшая ножка. Вот здесь поросль. Надо мне ее, конечно, убрать. Вот так она выглядит. Довольно-таки уже взрослое растение. Очень крупное у нее соцветие стерильное. Стерильное. Красивая она такая белоснежная. Тоже летней формировки не было. Еще одна гортензия крупнолистная. Три сестры. Покупала участника. Тоже цветения нет, но жду. Это ванила фрейс. Вот она. Значит, покупала я весной 2020 года. Но я ее пересаживала от фасада дома вот сюда. Тоже сортность здесь, мне кажется, неверная. Я думаю, что это, конечно, не ванила фрейс. Я думаю, что это пересорт. Вот что значит гортензию покупать ранее весной, когда не видишь соцветия, когда не видно вообще гортензию. Просто палочки. Сортность, конечно, очень сложно определить. А питомники пишут, что хотят. Вот, скорее всего, ванила фрейс это пересорт. Ну, растет. Тоже очень даже красивая. Ну и дальше с вами пройдем. Миксбордер Ривьера. Это гортензия самарская лидия. Выдала пока только одно соцветие. Крупное. Вот, посмотрите, какая красавица. Здесь еще набивают. Будут еще соцветия. Вот, видите, на каждом побеге есть уже бутончики. То есть, роспуск еще будет. Это посадка 2021 года. Я покупала. В Москве была выставка. И там своей гортензией представляла Вера Глухова. Вот, именно от этого питомника я и купила вот эту самарскую лидию. Вот так она выглядит для меня. Вообще, на моем участке я считаю, что эта гортензия самая капризная. У нее постоянно коричневеет лист. Я не знаю, что ей нужно. Вот, конечно, вот как-то она себя ведет неоднозначно. У меня, по крайней мере, в саду. Вот, если у вас растется морская лидия, поделитесь своими впечатлениями в комментарии, как она у вас растет. Так, следующая гортензия. Это моя самая любимая гортензия. Это пинки-винки. Это посадка весна. Нет, начало лета 2022 года. То есть, в прошлом году я ее сюда высаживала. Покупала довольно-таки взрослым уже кустом. Вот видно. Это крупная довольно-таки гортензия. Имеет такие острые конусовидные соцветия. Здесь и фертильные, стерильные цветы. Они сначала белые, а потом розовеют. Очень-очень красивая гортензия. Я ее просто обожаю. Нравится она мне. Она идет на небольшой ножке. Из-за тени, наверное, не видно. Но здесь ножка у нее. Чуть ее формировала. Поэтому видите, соцветия какие. Они рыхлые, но они очень-очень крупные. Красивые вообще. Это гортензия Skyfall. Посадка начала лета 2021 года. В этом году она очень сильно пострадала. От июньских заморозков. Посмотрите, какое соцветие крупное. Вот моя рука. Здесь просто густо набитая шапка. Цветы у Skyfall очень узнаваемые. Они как цветочки, как у гиацинта. Очень красивые. Но соцветие, видите, здесь еще на каждой веточке набивают бутоны. Но одно уже в полном распуске. Вот такая красивая гортензия. Тоже мне очень нравится. И есть еще гортензия. Это черенок прошлогодний мой. Сорт здесь неизвестен. Потому что я вот два черенка высаживала. Они были неподписаны. Поэтому оставила себе и высадила сюда. Как я уже сказала, гортензии я подкармливала лимонной кислотой. Одна столовая ложка на лейку воды и проливала. Сейчас стоит жара. Конечно, я гортензии поливаю через день. Потому что очень-очень жарко. Здесь у меня замульчировано все конской подстилкой. Все прекрасно это знаете. А возле гортензии и хвойных я мульчирую хвойным опадом. То есть вот приствольный круг у меня засыпан хвойный опад засыпан. И сверху здесь кора присыпана, чтобы хоть как-то сохранять влагу. Ну и поддерживать кислотность. Вообще у меня почва кислая. Растет и кислица, и хвощ. Основная часть гортензии у меня высажена в этом миксбордере Ривьера. Гортензии очень люблю. Черенкую. Позже покажу черенки прошлогодние и двухгодичные. Вот так выглядят гортензии в миксбордере. Ну и сейчас пойдемте еще вам покажу. У меня одна гортензия высажена в кашпо. Это посадка этого года. Заказывала у частных коллекционеров. Это полистар. Высадка 2023 год. И вот так она выглядит. Небольшой черенок был. Смотрите, уже набивает цвет. Эта гортензия маленькая. Именно для горшечной культуры. Для выращивания в горшках. Для патио. Она хороша. Потому что небольшого размера. Вот жду, когда же она распустится, чтобы посмотреть цвет. Потому что на картинке она, конечно, красиво выглядит. Это единственная гортензия у меня, которая растет в кашпо. Идемте дальше. Эту гортензию, сорт называется киушу, я высаживала в этом году. Покупала в мае месяце и сюда ее высадила. Эта гортензия очень крупная, поэтому я ее посадила возле качели, между пихтой и между цветником каменный цветок. Она будет крупная как раз. Смотрите, здесь вот так она разрастется большим кустом и будет красивая. Она очень сильно, очень сильно пострадала от июньских заморозков. Потому что я ее покупала уже с листьями, с питомника. И после заморозков все вот эти листья, они были коричневого цвета. Но ничего, она оправилась, даже дала одно соцветие. Скоро распустится, посмотрю, как она выглядит. Но вообще мне эта гортензия тоже очень нравится. И соцветия красивые. И мне нужен был большой размер именно здесь, чтобы красиво смотрелось. Закрыть вот этот проход именно крупной гортензии. В планах было так. Посмотрим. Но приживается, все хорошо. Еще одна гортензия. С вами походим. Она высажена в цветник Венера. Это каменный такой цветник. Называется гринпастель. Высаживала я ее в прошлом году, так как цветник я этот создавала в прошлом году. Значит, она из зимы вышла очень плохо. Плюс начала отрастать и пошли заморозки июньские. И она вообще вся покоричнела. Я ее хотела, честно вам сказать, покопать. Но, слава богу, я ее не выкопала. Вы посмотрите, как она начинает отрастать. Замечательно. Пастельгрин. Тоже небольшая гортензия. Я специально ее сюда сажала, чтобы куст был небольшой. Здесь мне не нужно большой объем. И вот она здесь как раз удачно и высажена. Так, а теперь давайте пойдемте посмотрим черенки. В прошлом году я черенковала гортензии. В этом году я их уже хотела высаживать, честно вам скажу. Но мы не делали отмазку от дома, где они должны вдоль стены дома расти. Но пока не будет отмазки, я не смогу их посадить. Поэтому все переносится на следующий год. Буду их высаживать в следующем году. Это черенки, я уже сказала, прошлогодние. Здесь разные вообще сорта. Вот, например, цветет Red Scarlet. Посмотрите, вот она она, красавица. Я их пересадила уже в кашпо. Здесь, наверное, трехлитровые они. Скорее всего, вот самарская лидия высажена. Вот она. Это Lime Light черенок 22-го года. Это Phantom тоже вот в 22-м. Я высаживала, я буду ввести ее на ножки. Смотрите уже, какой хороший крепкий стебель. И цветет. Ну и здесь дальше вот самарская лидия тоже зацветает. Вот она, красавица. Ну тоже, видите, вот лист. Вот коричневеет лист. Не знаю, это происходит каждый год. Я не знаю, с чем это связано. Вот только у самарской лидии у меня вот такие проблемы. В общем, здесь разные гортензии. Сейчас еще посмотрим, это что за сорт у меня. Вот моя любимая гортензия Pinkie Vincie. 22-й год. Вот она, красавица гортензия. Ну и так далее. Здесь разные сорта у меня. Вот эти все гортензии, конечно, я буду высаживать у себя на участке под кухонным окном, вдоль стены. Ну, когда будет уже сделана отмазка. Потому что сейчас посадить, это потом испортить растения. Ну и как раз в следующем году они будут уже большие. Это будут уже взрослые растения. А в горшке, сначала они у меня были в литровых, в пол-литровых. Потом я пересаживала в литровые. Ну а теперь вот, сами видите, в больших горшках это уже трех, скорее всего, литровые. Вот тоже, смотрите, винки и винки, какой красивая какая. И еще одна гортензия у меня. Это миранда, черешковая гортензия. Значит, в этом году я покупала маленький черенок. Но попала под заморский, июньский. Вот видите, она вот так еле-еле. Сейчас солнце ее уберу, пускай в теньке постоит. Вот так она выглядит. Тоже в этом году я ее хотела уже высадить. У меня есть в планах, где она должна сидеть. Но опять-таки все упирается в подготовку посадочного места. Не была сделана работа определенная. Поэтому она у меня будет уходить в этом горшке в зиму. То есть на следующий год только я буду высаживать. Для этой гортензии нужна хорошая опора. Потому что это гортензия лиана. Она ветвится. И вверх растет до 4 метров. И ей нужна красивая, хорошая опора. И чтобы мне ее 10 раз не пересаживать, для нее опору буду создавать, мне нужно постоянное место без пересадки. Поэтому будет ждать следующего года. Ну вот так выглядят у меня черенки гортензии. Здесь черенки хвойных растений. Тоже ждут высадки. Я их буду высаживать в течение года следующего. Потом их возможно следующего года. В общем они у меня здесь на доращивании. Тоже они, по-моему, это горшки 2-х литровые. Что-то здесь завалилось. Ветер сегодня большой. Это листница европейская. Тоже буду думать, куда посадить. Вообще это покупка мужа. Он будет куда-то высаживать, не знаю. А здесь и сосны, смотрите, у меня. Это, расскажем-то, что... Это не деформис ель. Вот такая красавица. Дали прирост. Они, знаете, я хочу сказать, я их высаживала из контейнеров П9, но с отличной корневой системой. Вот в эти горшки 2-х литровые, да, и они, конечно, очень хорошо наросли. Прирост был хороший, молодой. Вот так выглядят гортензии. Вот заодно вам покажу чуть-чуть участка. Косила 2 дня назад траву. Здесь газона у меня нет. Все выкашивается. Это дикая трава, если можно так сказать. Просто очень часто кашу, чтобы оставался вот этот зеленый ковер. Ну и мягко было ходить босиком, чтобы можно было пробежаться. У меня на сегодня все. Я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал, заходите в телеграм-канал, обязательно подписывайтесь, пишите комментарии. Там тоже довольно-таки интересно. Я вам буду рада. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok